Всем привет! Меня зовут Анастасия Тарасова, а это программа Stories на телеканале Atomicen Business. Каждую неделю мы встречаемся с героями, представителями той или иной профессии. Каждый из них активно продвигает сферу своей деятельности и качественно меняет мир вокруг себя. Я абсолютно уверена, что такие результаты возможны, когда ты искренне влюблен в то, что делаешь, когда выбор профессии не случайен, а сознателен. Сейчас в Алматы 11 часов, самое время устроить тебе второй завтрак, и я бегу навстречу с нашим сегодняшним героем Дмитрием Дмитриевым. Дмитрий один из организаторов проекта 100 профессий My Future Today. Это такой клуб для подростков и молодежи, в рамках которого проходят интересные встречи с профессионалами из самых разных сфер. ДИМИ 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 Так, запускаем запись. Дима, доброе утро, привет! Доброе утро! Я хочу сначала рассказать нашим зрителям, что с Димой мы познакомились в очень интересных обстоятельствах в театре. Дима и команда проекта My Future Today 100 профессий пришли к нам с таким запросом, чтобы мы, как театр артишоп, в котором я также работаю, рассказали ребятам, которые включаются в этот проект, о профессии актера и режиссера. Таким образом, этот проект путешествует по разным профессиям, от специалиста к специалисту и знакомит молодую аудиторию с теми, кто уже состоялся в своей профессии. Так? Да. Расскажи, пожалуйста, как родился этот проект, от чего произошла идея, как все случилось? Мы работали успешно и работаем с крупными компаниями, работаем с топ-менеджерами разных компаний. И на одной из встреч как-то вышло, что один из топ-руководителей говорит, помимо того, что я руководитель, я еще и папа. И у меня, вот я вижу, что вы тоже молодые ребята, молодая команда. У нас, во-первых, у бизнеса есть потребности с наймом молодых сотрудников. Но еще я вижу, что ребенку, подростку сейчас как-то нужна сторонняя помощь, понять, определиться, чтобы глава встала на место, куда он хочет поступать, кем он хочет быть и так далее. То есть мы увидели какой-то некий запрос, наверное, посмотрели на наших клиентов корпоративных. От родителей. С другой стороны, в качестве родителей мы посмотрели, что они, помимо топ-менеджеров, управленцев, еще и просто хорошие, заботливые мамы и папы. И нам тоже эта тема очень небезразлична, потому что в наше время, мне сейчас 29, в свое время в школе, понятно, были какие-то возможности, но тоже все время, как себя вспомню, были вопросы, куда поступать, кем становиться, здесь учиться, куда. Да, то есть нужна какая-то сторонняя поддержка от того, кто уже через это прошел. Так родился проект My Future Today, что, собственно, мое будущее сегодня. То есть мы хотим, чтобы ребята взяли ответственность за свое развитие сами, потому что уже не родители в ответе, а они сами. И вот теперь нужно решить, куда. Не потому что там подружка пошла на экономиста, и теперь я тоже пойду. Не потому что там сейчас все двигается в IT, поэтому я вообще не в смысле в программировании, но мне нужно, потому что за этим будущее. А пытаться найти себя, потому что мы искренне верим, что это единственный правильный путь. Инициатива 100 профессий родилась как раз таки уже, когда мы общались с родителями наших подростков. И нам мама говорит, вот у меня дочь хочет быть маркетологом. Я не маркетолог, муж не маркетолог. Как мне объяснить, чем занимается маркетолог? Мы думаем, ну слушайте, ну давайте мы, мы знаем хороших маркетологов, давайте мы организуем встречу с носителем профессии, чтобы он рассказал, как и что, как он поступал, в какой университет, где учился, какие плюсы-минусы, посоветовать ли он сейчас ребятам пойти, учиться здесь, не там, ну такие все моменты. Вот так и родился проект 100 профессий, инициатива такая, где мы, вот это правда, сказала очень точно, он кочует с разными людьми. Для нас единственное, есть столько критерий, их, наверное, несколько, они для нас хорошо упаковываются. Один из них, мы хотим показывать ребятам яркие примеры абсолютно разных профессий. То есть не просто там экономист, юрист и так далее. У нас тут уже был такой, такая встреча, мастер-класс с баристой, где парень в Астане два часа рассказывал разницу между латой и капучино, да, в чем отличается и так далее. То есть он, казалось бы, это не значит, что теперь все подростки должны стать баристом, да, это просто расширение круглозора, понимание, что и так тут тоже можно реализовываться. Второй критерий для нас, это чтобы человек горел своей работой, не важно, чем он занимается. Он может быть там посылать людей в космос, он может быть дворником, он может быть управленцем банка, он может быть, не знаю, там, у него собственный ИФ. Да, главное, чтобы человек смог там вдохновить ребятам, показать, что быть счастливым, быть условно в потоке, радоваться можно, занимаясь любой деятельностью. Не обязательно, там вот, у нас же очень часто, да и у взрослых вот сейчас тоже, есть такая идея, что вот счастье условно, вот меня повысит, вот тогда я только буду счастливым. Да, или вот я закончу вуз, вот тогда я буду счастливым. Ну, это же далеко не так, в течение жизни мы понимаем, что счастливым можно быть в 15 лет абсолютно так же, как в 45, главное, ну, понимать, да, присутствовать в жизни, понимать, зачем ты тут, понимать, куда ты двигаешься. То есть вот мы встречаемся с людьми, которые горят своим делом, любят свое дело и готовы делиться и вовлекать, не важно, что это. А вот расскажи, какие встречи уже были и как осуществляется выбор, какая профессия будет следующей? Начну, наверное, со второго. Мы обычно, то есть у нас нет такого, что мы сами назначаем следующую профессию. Обычно у нас там в том же Инстаграме проходит, где на нас подписаны все прошлые, текущие и будущие наши ребята, подростки, старшеклассники. Мы устраиваем конкурс, где мы говорим, какая профессия вам была бы интересной. Вот они сами голосуют. Они вот так голосовали за программиста, вот так они голосовали за актера театра. У нас был бариста, у нас был учитель танцев, хип-хоп, у нас был учитель английского языка, молодой парень, у которого своя школа, корпоративных клиентов и открытого формата. У нас был кардиохирург, ну, ролей, который очень вдохновил ребят. Когда, то есть, тоже немножко вернусь, наверное, назад, у нас желательно, чтобы каждый мастер-класс проходил теоретически и практически. Вот ребята с кардиохирургом прям учились делать, там, в 13 лет мальчик делал там искусственное дыхание, то есть вот первую помощь оказывать. Были у нас и профессии пилота с одной из авиакомпаний, тоже сделали, были мастер-классы, где вот прям они на авиасимуляторах, был и Boeing, был и Airbus. Они прям учились приземлять самолеты, взлетать. Наша программа выходит на канале финансово-экономическом, и просто профессионально интересно, сколько профессии из этого сектора интересуют ребят, захватывают. Пока у нас, мне кажется, было чуть больше творческих, но в силу того, что мы, этот проект достаточно молодой, то есть, мне кажется, около года, как мы начали очень прям так систематически регулярно проводить такие встречи, еще мы просто не дошли, мне кажется, до финансово-экономики. А может ли это быть потому, что чаще всего именно родители каким-то своим волевым решением отправляют в экономику, в финансы, в ту же юриспруденцию? Есть ребята, кто приходят и говорят, вот мама видит меня, чтобы я была юристом, либо работала в банке, как она, или бухгалтером, по разным причинам, потому что, если выйдешь на декрет, то бухгалтер может быть удаленно, это вроде как безопасная профессия. Но я себя там не вижу, я хочу чуть больше творчества, и может быть, наш проект помогает им приоткрыть собственные какие-то мечты, да, вот у них есть собственные какие-то желания, и вот проект помогает познакомиться с профессиями, с которыми вот родители или просто в школе познакомиться было бы сложно с тем же профессиями. Но вот ты точно знаешь, что когда была встреча с актером и режиссером, ребята приходят и с родителями тоже. То есть иногда это вот тоже хороший, мне кажется, такой повод. Мне кажется, это вообще важно, потому что и родители должны послушать. Склеить семью, потому что будет классно, если вдохновятся они каждый по-своему, придут домой, где-нибудь на кухне, у них состоится такой разговор по душам. Какой возраст у вашей аудитории? Как можно узнавать об анонсах? И базируетесь ли вы только в Алматы и в Астане? При этом у нас были очень хорошие проекты, инициативы в Актюбинске, где нас тоже находили мамы, которые там очень хотят развития для своих детей. И мы летали в Актюбинск, проводили, они сами нам собирали группы одноклассников. Планы, естественно, расширяться в Казахстане чуть больше, уходить в цифровые, пространство в диджитал, чтобы тот же проект 100 профессий, не только ребята, 80 человек с родителями могли это видеть, а и ребята в Казвардее, в Ташкенте, в Астане, в Петропавловске. Ну да, мне кажется, это очень ценная информация, и она универсальная. Да, ну то есть определиться, если вот правда у ребенка есть желание, средства найдутся всегда, главное, чтобы была какая-то цель, да, есть много других источников, не только ведь к нам можно прийти и узнать, мы здесь не панацея далеко, но где-то свою лепту, свою долю пытаемся вносить тоже. Я тебе очень благодарна за такое короткое, но насыщенное интервью, удачи вам с проектом, много ребят с горящими глазами и с желанием что-то открыть для себя. Спасибо большое. Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, если именно ваш ребенок-подросток еще только думает о своей будущей профессии, или может быть именно в вашей семье идут бурные дискуссии об его образовании, подпишитесь на проект MyFutureToday, и тогда поиск профессии будет более чем интересным, а выбор, я уверена, правильным. С вами была программа Stories, Анастасия Тарасова, телеканал Atomicent Business. Увидимся на следующей неделе. Фондю любит тебя! С вами был Игорь Негода.